Иногда сумма страховки, она не соизмерима с кредитом. То есть человек берет 100 тысяч, из них там 30 отдает на страховку сразу же. Понятно, что это уже чрезмерно. Значит, поэтому центральный банк сказал о том, что дал право с некоторого времени с сентября этого года, особенно когда пандемия уже вовсю бушевала, дал право отказаться от этой страховки. То есть сказать о том, что нет, банк предложи мне кредит без страховки. Раньше банки отказывали в предоставлении такого кредита, сейчас у них такого права нет, они обязаны предоставить альтернативу, но они имеют право предусмотреть в договоре, что в этом случае сумма процентов за пользование будет выше, потому что риски повышаются, они обязательно имеют свою экономическую оценку. Кроме того, предусмотрен 14-дневный срок так называемого охлаждения, когда клиент понимает, что ему не нужна эта страховка, обращается с заявлением в банк, и банк обязан вернуть сто процентов суммы, которая была удержана в счет страхования, но опять же имеет право поднять стоимость процентов за пользование кредитом. Страховая премия, она же выплачивается сразу заемщикам, страховщику сто процентов, а если человек погасил досрочно и больше не нуждается в пролонгировании услуги по страхованию его рисков, то страховая компания или банк, ну смотря как они действуют, если как агент, то они обязаны пропорционально вот тому сроку, который не используется, кредит, который при досрочном погашении, они должны пропорционально исчислить неиспользованную сумму страховки и вернуть ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...